ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слово получает главный тренер гостей Юрий Николаевич Роман. Юрий Николаевич, как можете прокомментировать сегодняшний взгляд? Ну, наверное, первое, что хотел бы поздравить команду Дина с хорошей победой, с хорошей игрой. Ну, наверное, не открою секрета, конечно, что команда сегодня очень высокого уровня. Собраны как технически профессионалы высочайшего уровня, так и тактически сегодня команда выглядит очень современно. Конечно же, сегодняшним подбором и сегодняшней игрой это, на мой взгляд, один из кандидатов сегодня на чемпионство. Вот. Есть, конечно, сопутствующие моменты, которые могут повлиять на мой прогноз, безусловно. Наверное, тренер больше знает это. Хотелось бы, наверное, сказать о своей команде, да? Ну, готовились, старались сегодня нейтрализовать, старались сегодня показать какую-то контр-игру. Но, пожалуй, авторитет и мастерство соперников давят настолько, что ни моей харизмы, ни моего посыла не хватило для того, чтобы дать им возможность сыграть. Это я чувствовал, это понимал, что и те ошибки, которые команда совершает, они именно из-за этого давления. Тяжело, тяжело играть игроку, тяжело бороться, когда он видит, а соперник может в любой момент обыграть. Соперник может в любой момент забить. Соперник может в любой момент, при этом он караулит любую расслабленность. Я сегодня половины голов не видел, и естественно по такой игре, потому что головы возникали, честно говоря, на ровном месте. Когда вроде мы начинаем, пытаемся поставить какую-то контр-игру, наша ошибка, отрез, контратака, таких голов соперник забил очень много сегодня, если не половина. Это как раз говорит о том, о чем я сказал ранее. Соперник настолько высокого уровня, что мгновенно наказывает любую оплошность. Поэтому, конечно, своей командой я очень разочарован, разочарован именно характером, тем, что допустили такой счет, это недопустимо. Как бы там ни было, но допускать такие разрывы, это вообще не в моем характере. И не в моем характере, что команда дрогнула, команда вдруг не почувствовала себя уверенной. Это, конечно, из области психологии. Здесь я, честно говоря, не собираюсь команду защищать. Очень серьезный разговор там начался, сейчас его прервали, но он будет продолжен. Что касается, как бы, все-таки итогов матча, ну, конечно же, он закономерный. Конечно же, и результат закономерный. Нельзя столько допускать ошибок, нельзя давать столько вольностей сопернику. Вот, ну, наверное, на что наработали, то и заслужили. Спасибо. Главный тренер где? Весь игроков в Межсоюзе, что вы можете ставить по сегодняшний день? В первую очередь хотел бы, ну, то, что вопрос прямой, да, про игру. Хотел бы сказать, что я считаю, что первый тайм нам не удался в плане содержания, в плане командной игры. Мы допускали очень много ошибок, и соперник нас наказывал. И это по счету видно было. И у нас не было целостности почему-то. Это нам придется разобраться, проанализировать, с чем это было связано. То, что касается второго тайма, я считаю, что как раз, может быть, где-то поймали ту игру, которую мы и планировали, и хотели бы видеть с нашей стороны агрессии, именно синхронных действий в четверках. И вот это, когда уже мы реализовали какие-то моменты, которые мы сами, сами, наверное, во втором тайме создавали, стало легче из-за этого. А в первом тайме, еще раз повторюсь, что нам придется разбираться, почему так команда выглядела, хотя настраивались и хотели бы видеть другое содержание в игре. И хотел бы добавить, что для меня сегодня большая честь соперничать с Северо Николаевичем. И я ребятам говорил, что тренер, который просто по жизни максималист, и я знал, что команда будет настроена против нас. И любая команда, которую мы за историю российского минфонбола знаем, Юрий Николаевич тренировал, они всегда стремились к максимальности. Поэтому сегодня мы ждали борьбу, и я более чем уверен, что завтра все это мы увидим еще раз. Нам придется разобраться, проанализировать и настраиваться на завтрашнюю игру. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Мисо Гранович, что касается перебора фаулов в первом тайме, уже на пяти висели к середине первого тайма, причем половина фаулов была как минимум необязательной. С чем скажете? Я вот когда сказал про первый тайм, это тоже я имел в виду, что игровая дисциплина во всех компонентах игры мы продразумеваем. Не только там атакующие действия или какие-то там другие тактические действия. Нет, это касается игровой дисциплины. И когда мы начинаем там с десятой минуты, просто второй, третий, четвертый фолл, конечно, сложно играть. И будет анализа и разбор с командой. Юрий Николаевич, ну вот так получилось, что Бесу Гранович для своей команды игру разделил на два тайма, да? Вы можете это сделать, учитывая, что все-таки после первой половины счет был равен 3-3, причем вы после перерыва достаточно поздно вернулись на пакет? Да дело в том, что, понимаешь, Егор, в сути-то ничего не поменяло. Ну где-то повезло, я еще раз повторюсь, что я вот в первом тайме ни одного мяча не видел, как мы забили, ни одного не видел. Соперник не доработал, мы хорошо сыграли, неважно. Для меня важна психология и фон матча. Он мало чем отличался. Единственное, что соперник, несмотря на то, что сказал там Бесо Гранович, да, в отношении настроя, ну это мы, тренеры, понимаем, да? А игроки я не увидел. Они вышли, так я видел по разминке. Ну так, не, ну ухта, да, конечно мы уважаем, но... Да ухта, куда вы денетесь? И это, вот это сыграло злую шутку с ними. И те голы, которые мы забили, они следствуют того, что сказал тренер. Да, чуть-чуть не доработали, чуть-чуть не доиграли. С таким, ну а тут еще забили, а тут еще они сами себе привезли. Мы все-таки настроены вышли. К сожалению, не хватает мастерства, понимаете, ситуации, которые возникают, которые ставит соперник. Ну, в составе команды играют там лучшие игроки мира. Я не боюсь этого слова говорить, понимаете? И когда я бросаю игроков на то, чтобы они соревновались с ними, но вы поймите, я выйду, я знаю, он выйдет, по характеру нам все равно, кто. Мы бразильцы, мы вас уважаем, но попробуйте нас обыграть. Понимаете? Но, к сожалению, таких все меньше и меньше. К сожалению, к нашему, и его, и моему, понимаете? К сожалению, меньше и меньше. Люди, которые не боятся вообще проиграть. К сожалению, того посыла, который дается, не всегда хватает. Надо на площадке жить этим, надо на площадке не проигрывать. Если бы я был игроком, и меня обстукивали вот так, как Дина обстукивает, ну, поверьте мне, Егор, вы бы получили у меня на площадке так, я не знаю, что бы ты делал. Бежал бы за ним, цеплялся, блокировал бы. Я не знаю твои проблемы, потому что ты мне их создаешь в проблему, ты плохо работаешь. Поэтому вот этого не хватает. Ну, это проблема любого тренера, когда есть в команде капитаны, есть лидеры, они изнутри управляют. Нам нужно только посыл дать, а они не сдаются. Он был в свое время игроком «Спартака», когда они чемпионами стали. Так там были, там собраны просто матчи были, все собраны. Там никто не уступал. Поэтому они первый раз обыграли Дина. Они на каждую тренировку выходили, говорят, Дина, мы обыграем. И вот это, вот это. Вот, к сожалению, меньше и меньше таких людей. К сожалению. Эпоха, время. Я не хочу ссылаться, я не хочу брызжать, да. Я внутри все равно остаюсь по духу победителем. Я буду все равно воспитывать в них это. Потому что не надо в спорт тогда идти. Потому что спорт, это люди должны по духу победителей. Они должны быть, по-другому нечего здесь делать. К сожалению, я сегодня не увидел это в команде своей. И, к сожалению, мне нужно с этим разбираться. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дом